Я вас приветствую! Да знаете, вот это если б не вы, так я б, наверное, до завтрашнего дня не разобрала свою тролли с покупками из магазина. Я пришла... Сколько я пришла? Я пришла около трех часов, потому что я пошла поздно уже. Обычно я стараюсь делать это с утра. Но с утра я полдня размышляла, идти мне или не идти в магазин, идти, не идти. Ну а потом я вспомнила, что у меня уже ни фруктов, как бы ни овощей никаких не осталось. Но решила идти, а это было уже час дня. Пока туда, пока по магазину, пока назад пришла уже в третьем часу. Жара. Вот даже сейчас, сейчас вот у меня девять вечера, градусник у меня выходит туда на солнечную сторону. Ну, в общем-то, сейчас в Новой Зеландии, знаете, как летом? Летом у нас солнце стоит высоко, и поэтому в окно не заглядывает. Ну, такой парадокс. А вот наоборот, зимой оно идет низко и смотрит в окно. Так вот, заглядывает-то не заглядывает, а греет-то греет, все равно. И у меня там вот даже сейчас 24 градуса в спальне, и я такая расслабленная. Я пришла, тоже купила мясо, засунула, быстренько в этот, в холодильник. А эту свою тролли, думаю, это ну ее потом, потом разберу, там нечем попортиться. Ну, правда, кое-что я даже надъела, потому что пила чай и съела. Ну, а потом уже, ну, вечер уже, надо же совесть иметь, в конце концов. Надо же разобрать. Вот смотрите, мне до сих пор жалко. Я еще даже и умылась пошла. Знаете так, ой, на ночь я еще, этот раз я пришла, так хоть мне повезло, не надо было сразу купаться, как-то я пока прохладилась немножко, думаю, то уже вроде и ничего. Я еще пол помыла, в кухне помыла, в ванной помыла, полы. На ночь искупаюсь. Знаете так, свеженько искупаюсь. Еще я хотела сегодня постель поменять, но не знаю, хватит у меня силы. Ой, ингрета для меня, это такое тяжелое время, которое надо пережить. Так. Что я купила? Что я купила? Значит, помните, я, это в прошлом видео, я показала, что я купила вот такое вот, ну, такую выпечку. Это как бы такое галетное печенье. Смотрите, это я уже одну упаковочку надъела. Это сделано в Украине. Там большой выбор разного в магазине. Славика, славика называется, или как она правильно говорится, на украинском языке. Знаете, чем оно интересно? Это такое печенье, оно вот в таких вот упаковочках, по четыре штучки. Здесь даже изюмчик, изюмчик там есть такой. Оно на вкус практически, такое, знаете, не сладкое, а такое чуть-чуть-чуть. Так вот, тут написано, без сахара, то есть вот написано, нощуга эдот, вот видите, да, вот здесь вот на красной написано. Вот, ну, здесь нарисован виноградик, значит, оно с изюмом. Но, тут написано, вот это стевия. А стевия, ну, вы знаете, наверное, если кто, как бы, немножко интересуется этим, это искусственный, это растение какое-то, стевия, оно продается и в супермаркете. Здесь можно порошок купить этой стевии для выпечки, можно там чай себе уложить, еще куда угодно. Так вот, очень интересно, то есть сахара здесь нету, а оно такое, знаете, чуть-чуть-чуть, такое сладковатое, с чаем замечательно. Так что я когда пришла, так я такую пачечку тут с чайком. Знаете, чай вообще пить не надо, я вам скажу, потому что пить ее чай, я всегда хочу, чтобы ты к чаю чего-то добавил, потому что пить как... Мы с моей дочерью младшей всегда спрашивали, ну что, попьем чаю, попьем, как попьем, с чем-то или брондахлыстом. Брондахлыстом, это значит без ничего. Ну попьем с чем-то. Ну а раз с чем-то, то всегда уже чего-то надо иметь. Так, эта пачечка печенья стоила 3,89. Представьте себе, выпекли, сделали, привезли из Украины. И продают тут. Тут много чего было. И вот это вот постоянно есть у нас в продаже. Так, следующее я купила огурчик такой за 2,49. Хороший огурчик, свеженький. Люблю свеженький огурчик. И не только свеженький, но и всякий другой. Так, еще я купила морковки, потому что вспомнила, что у меня нет совсем морковки. Ой, какая вообще здесь, знаете, классная морковка. Такого, в общем-то, сорта, другой я не видела. Может, еще какую-то попадалась, такая светло-желтая. Ну, такая вот. Я думаю, в Украине такая морковка, сорт назывался каратель. Каратель, знаете, по-английски морковка carrot. Carrot, ну, это отсюда идет. Цена ее 2,99 килограмм на 2 доллара. Ну, вот на 2 доллара. Раз, два, три, четыре, пять. 40 центов каждая получается. Но морковка хорошая, сладкая. Ой, у нас, там, где я жила, Днепродзержинск, или, теперь Каменское, и когда ты купишь морковку, если местную, она обязательно была такого, знаете, немножко солоноватого вкуса, потому что вокруг Днепродзержинска, особенно там, Днепро, там такие земли солончаковые. И если дальше проехать туда, там есть такой район, называется, царычанка. И там даже минеральная вода царычанка, царычанская, она такая, такая солоноватая немножко, ее делали. Поэтому и морковка там, и свекла была такая немножко с таким солоноватым вкусом. А здесь нет, здесь такая сладкая, классная. Так, дальше. На 4 доллара кулечек томатов. Вот здесь их 750 грамм. Очень неплохо, если учесть, что на развес по 8 долларов в килограмм. Вы знаете, мне не цель, конечно, там, сэкономить какой-то 1 доллар. Ну, греет тебя. Греет. Тебе приятно. Чего не купить дешевле? Зачем же платить больше? Так, а вот это так интересно. Это, когда я ездила к дочери перед, не на Рождество, а перед этим, когда зуб, зуб, перед тем, как зуб, я приезжаю к ней, потом она меня там, мы поела, я поела, поела, и она меня там за 15 минут до начала визита, там я зубы почистила и к врачу. Ну, потому что потом зуб отходит и всякое такое, то есть надо как бы покушать, и тогда к врачу. Вот. И там мы купили китайскую, китайскую еду, заказали и купили китайскую еду. И там были вот эти вот нудлс. Ну, вот это, вот вермишель, она по-английски нудлс, или это она по-китайски нудлс, не знаю как. Но очень нудлс называется. И я говорю, ой, какие вкусные. Она говорит, это рисовые. Рисовые. Ну, вот это ж я думаю, куплю себе рисовые. И вот это ж я увидела этот пакет, помните, я там показывала. Вот это пакет стоит 2,89. Здесь, тут, ну, по порциям или как-то. Да, по порциям. И я, ну, вот гляньте, прочитайте. Что тут написано? Ну, можно было, может быть, и тут что-то вычитать. А, я не прочитала. Потому что, ну, там жарко в магазине, мне хочется всегда в магазине. А знаете, почему там жарко? Ну, во-первых, и на улице, как бы довольно жарко. Потому что, ну, если 26 где-то в комнате, значит, на улице, на солнце будет градусов, на 10 выше, 36 будет, да? А там же работают холодильники. А кондиционера там нет в китайском супермаркете. Сейчас они тебе сделают. И там получается от этих вот, от холодильников жарко. И я подхожу на кассу, а тут написано, ну, я же сказала, мне, потому что жарко, мне хочется быстро все схватить и выскочить оттуда, побыстрее, побыстрее. Я уже веер там достала, обмахивалась веером. И я подхожу, а девочки там же стоят, тут эти вот. Это супермаркет, он принадлежит, ну, не знаю, там, малазийский, наверное, у него там владелец, ну, по крайней мере, там девочки все из Малайзии работают. Я подхожу и говорю, это рисовые или какие? Она говорит, ну, вроде рисовые. А я говорю, а ты точно? Она мне говорит, так вот же, говорит, написано, написано, вот, говорит, написано, рисовые. А кто, я уже тут досмотрела дома, что тут есть английская этикетка наклеенная, сверху, клеят же здесь так. Она говорит, а вот, говорит, написано рисовые. Ну, не знаю, когда что-нибудь я из них приготовлю, расскажу вам, были ли они вкусные на вкус. Так, ну, я сказала, да, они стоят 2,89, рисовые тенузулки. А то, куплю, наверное, хорошо, если надумаешь, что-то приготовить, а то еще и так проваляются. Так, ну, вот это же я купила ребрышки, на которых я люблю что-нибудь такое приготовить, либо их просто потушить, даже просто в мультиварке, быстро и хорошо, либо сварить на них какой-нибудь там борщик, ну, что-нибудь такое. Так, значит, они по 19 долларов килограмм, здесь 600 грамм, 11,66. Классные, классные ребрышки, вообще на них и сала практически нету, ну, конечно, с костями, ну, вы знаете, что ребрышки, это всегда вкусно, такое. Так, 11,66. И купила я вот такой фарш, он так и называется, его пробивают на кассе, называется, как это, лин, лин, то есть, тощий, нежирный, нежирный фарш. Там есть фарш, который жирный, этот нежирный. Значит, он по 13 долларов килограмм свиной, тут 400 грамм почти, на 5,14. Вот это же, кстати, упаковочки, упаковочки, которые и та, и эта, которую можно поломать, поломать на кусочки, проварить, там, пару минут в кипяточке, и сделать из этого вот туда, в цветочке. Ну, я, как бы, предпочитаю черную упаковку, знаете, так, более естественно, в черно. Ну, а кому нравится и хочется так, экзотично, можно и голубую, я у меня и голубая была, это, голубой наполнитель был, и белый там, ну, в общем, было, всякое такое. То есть, это то, из чего я делаю наполнитель, свои цветочки. Так, следующее, где они тут, ой, вот это я забыла их, засунуть в холодильник, ну, ничего, у меня там есть отваренная, гречневая каша, ну, грибочки, да, вот такие вот, ну, обыкновенные, да, шампиньоны. Значит, они были по 15 долларов в килограмм, здесь на 3 доллара и 37 копеек. Я их завтра пожарю, чуть-чуть луком, еще и даже зелененького чесночка добавлю из балкона, из гречневой каши. У меня есть, она отваренная, морозильник. Я покупаю в этих пакетиках, и чтоб, ну, что, один варить пакетик, да, вот себе на покушать. Я варю 3, например, пакетика. Один съела, а те полежали, так, вот так я и делаю, плоские, и в морозильник. А потом, когда надо, разморозила, достала, и с грибочками завтра, хлопай. Так, яблочки, где яблочки, а, вот яблочки, яблочки 2 доллара, 2 доллара, тут тоже их будет где-то почти под килограмм, ну, не под килограмм, обычно они так запаковывают, где-то 750 грамм. Хорошие яблочки, я из них люблю сделать, новозеландские, я из них люблю это сделать, кашу с яблоками, такую. Так, а что у меня это? А, это у меня картошка. Так, думаю, что там, наверное, такое? Вот, картошечка. Ой, картошечка такая классная, она иногда бывает какая-то такая, знаете, какие-то, то пятна бывают на ней какие-то, то еще что-то. А это нет, нет, такая прямо вся, знаете, ну, прямо как игрушечка. Я же удивилась. И по цене, причем, еще и дешевле. Так что, картошечка я так хорошо запаслась, я ее потом на четвертинки порежу, посыплю перцем черным-красным, можно даже для картошки какой-нибудь приправой, побрызгая растительным маслом и в духовку. Ой, класс. А потом со сметаной, хорошо эти потом, ну, четвертинки, дольки в сметану, а еще в сметану огурчик порезать туда. Сейчас я на вас нагоню аппетит, на себя тоже, а то я как пообедала, и от жары ничего не хочется кушать. Значит, эта картошка, кило двести пятьдесят, по три доллара, потянула на три доллара семьдесят четыре копейки. Так, что еще я купила? Груши, груши, а вот тоже грушки, упакованные, груши, груши, два сорок девять, два сорок девять, ой, это такие хорошие, это груши сорта называется, как он называется сорт? Пакем, пакем, сорт такой, вот они полежат, я их помою, вот я потом вот это все, все это туда, в умывальник, в мойку вернее, в мойку, воды налью холодной, оно там покиснет минут пятнадцать, потом все вытащила, все помыла, и вот эти вот груши, они такие классные, они вот так вот полежат, пару дней, это так уже, наверное, готово кушать, завтра можно будет, и они получаются такие сочные, такие сочные, знаете, прямо, ой, не ешь грушу, а выпиваешь ее. Так, дальше, тыква, ой, такой вкус мячик, тыква на вес, это потянул почти килограмм, почти килограмм, по 2,99 на 2,95, эту тоже тыквочку, дольками, дольками, у меня видео есть, и на картошку, и на тыкву, как я делаю, потому что, я видео, те, которые готовят, я же снимала, тоже я готовлю, дольками посыпала, перчиком, паприкой, маслом побрызгала, в духовку, испекла, и потом я и так могу их просто есть, и, как гарнир, там, я собираюсь завтра котлеты сделать, может быть, из этого фарша, вот, и так, котлеткам будет тыква, очень даже хорошо, значит, эта тыква потянула на 2,95, сказала, теперь, вот это масло растительное, 2 литра, знаете, какая-то женщина, значит, это масло растительное, так, чтобы не забыть, скажу, 11,49, какая-то женщина, помню, мне как-то давненько уже написала, что я банками пью растительное масло, да, я хочу сказать, что я ведь не использую никакого другого жира, я практически не использую сливочное масло, очень редко, если я там выпекаю, что-то мне надо смазать, я не использую сало, я не использую смальца, я не использую маргарина, я не использую никакого другого жира, поэтому это у меня и идет, То побрызгать, то помазать, то в салат. В салат я каждый день практически я делаю какой-то зеленый салат. Туда обязательно пойдет где-то одна хорошая такая столовая ложка растительного масла. Поэтому, поэтому... Ой, дорогой, раньше такую баночку можно было купить, ну не знаю. Цену где-то 7-8 долларов, я еще помню. А так, наверное, дешевле было 6 долларов. Ну что поделаешь. Зато в Украине хорошо, она выращивает очень много. Это рапс. Рапса. Делать из него масло в Украине будет хорошо, потому что это будет для ее экономики. Так, лимон. Ну лимон по 9 долларов в килограмм, на полтора доллара такой лимончик. Ужас. Дерут так за какой-то лимон. Так, дальше. Салат. Ну вот выбрала такую головку салата. Ну ничего такая, 2,50. Ну, по крайней мере, не 7 долларов, как зимой было. Ой, как мне жарко. Вы знаете, вот я стою, а мне прямо бежать в душ надо. Так. А где же у меня мандарины? А, вот мандарины. Мандарины полтора, нет, кило, кило двести по 5 долларов на 5,76. Ой, я их тоже помою, потом все почищу. Все почищу. И в это. Пластмассовую. Коробку с крышкой и в холодильник. Чтоб не погнили случайно. И последнее, что у меня, чеснок. Ой, такой хороший чеснок. Полежит немножко и тоже расти начнет. Так, ну этот чеснок на 2,49. Ой, вот так вот я купила. Ужас, как жарко. Ой, еще пережить надо. Это у нас январь и февраль самые жаркие дни. Знаете, а у детей каникулы в январе. А потом в феврале надо уже идти в школу. Ну так вот у нас. Значит, потратила я 70 долларов 36 копеек. Ой, сейчас закончу с вами. Там у меня вода есть. Ой, осталось немножко. В бутылочке газированной водички. Только что-то у меня нету никакого сиропа. Да я, может, с вареньем ее немножко разболтаю. Ой, какое удовольствие. Кушать ничего не хочется. А вот попить хочется. Ой, так. Теперь сейчас все это пораспихаю, помою. И пойду в душ. Потому что по-другому не получается. У нас уже темно. Ну так, а что ж не было, 15 минут десятого. Вот так вот я проживаю лето. Знаете, перебежками. Туда, перебежками, сюда. Посочувствуйте мне. Ну ничего, ничего. Потом придет зима. Я всегда люблю здесь зиму. Для меня это такое хорошее, прохладное лето. Ну ладно. Я вам доложилась, что купила. Такие, знаете, чисто хозяйственные покупки. Ничего такого интересного, ничего экзотичного. Это всегда, как я помню, мама ходила в магазин. Придет мама. Ой, мама, а что ты купила? Ну там, какие-то вермишель купила, картошку масло. Ничего такого интересного. Так и я вот это купила. Я думаю, что я такого, ничего интересного не купила. Для души. Ну ладно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...